В воскресенье, 21 октября, участники хоккейного турнира на призы корпорации ВСМПО «Ависма» среди мальчишек 2004-2005 годов рождения выявляли сильнейшего. В соревновании приняли участие хозяева льда команда «Титан», две команды «Спутник» из Нижнего Тагила, «Молния» из Верхней Туры и «Горняк» из Кушлова. Юных участников ожидало очень красочное и торжественное открытие соревнований. В салдинском варианте хлеб-соль командам вручили в виде пирогов с капустой. Страсти на льду кипели с первой и до последней минуты, и хотя техника катания на коньках, бросков и передач, обводки у юных рыцарей хоккея еще далека от профессиональной, но воля к победе сделала игры более чем эффектными. Турнир открывался и закрывался матчами юных воспитанников нашего тренера Владимира Климова «Титана-04» с двумя командами «Спутника» с начала 2005 года рождения, а затем 2004. Обе встречи «Титановцы», к сожалению, проиграли. Сначала 0-2, а затем 2-5, хотя сражались достойно. Уступили наши юные хоккеисты со счета 0-1 и Верхнетуринской молнии. «Очень великолепный турнир, и он очень необходим всем командам, именно тем командам, которые не имеют своего льда. Это такие команды, именно как мы. Но мы и кушают на этом турнире. Значит, по команде, что хочу сказать. Команда у меня вся в этом году, с верхней туры, все 2004 года. Команда набрана с 4-х лет. С 4-х лет они катаются на открытом корте. Ну и, честно говоря, 3-4 месяца мы катаемся, остальное время мы все бегаем, прыгаем, скачем и так далее. То есть занимаемся общей физической подготовкой. Я впервые в этом ледовом дворце. Мне очень нравится этот ледовый дворец. Великолепные условия, великолепный лед, великолепные условия, музыка, организация, судейство. Супер. И хотелось бы, что... Ну и думаю, конечно, что команда Верхней Салды будет в ближайшем будущем играть не только на первенство власти, но и на первенство в России. То есть условия здесь супер. Во встрече с кушенцами наши мальчишки праздновали победу. Причем более чем убедительные. 4-0. Но этой победы хватило лишь для того, чтобы занять четвертое место из пяти участвующих команд. Заметно, что команда старалась, поэтому будущие успехи при столь опытном наставнике обязательно придут. Очень нелегко пришлось судьям. Все 10 матчей турнира обслуживали Михаил Коняев и Сергей Погромский. Ну я считаю, что турнир удался. Значит, он проходил на очень приличном уровне. Выделялись, конечно, команды спутника Нижний Тагил. Это четвертый и пятый год. Ну и команда Верхней Туры. Наши ребята тоже достойно выступили в последней игре. Лидером уступили со счетом 2-5. Но я считаю, что первый турнир удался. И ребята наши будут в дальнейшем наращивать и покажут хороший результат в будущем. На церемонии закрытия турнира все участники получили сладкие призы. Лучшие игроки команд – дипломы, а победители – тагильский спутник 04 – кубки. Турнир был первой хоккейной ласточкой. С 3 ноября начнется традиционный турнир памяти хоккеиста и тренера Сергея Теплякова. В нем примут участие мальчишки на 2 года старше.